Международная экологичная науково-практичная конференция проходит в Гомеле в четвертый раз. Зараз иудейниками стали 60 человек с 8 краин света. Сегодня в программе пленарное посаджение, завтра продуглежены работы по сексах, на которые в першню запросили представленников IT-компании. У сферы в обучении и оховы новокольного сиродия IT-технологии сегодня не просто помощники. За их допомогой можно и электронный регистр глебы створить, и место распространения инвазийных видов удокладнить, и навык спрогнозовать максимальное взрывное поводки на конкретных реках. Инша справа, что каштое это не за счеты танна, а лякали размывая дзяб выращение державных задач, выкористовывать IT-технологии необходимо у любым выпадку. Трансограничная экология не ухудшается, потому что сейчас каждое государство ужесточает, естественно, законодательную базу, у каждого свои требования. Где-то они у нас жёстче, где-то они жёстче, например, на Украине, либо в России. Каждый строго следит. Для Гомельской области пытания оховы новокольного сиродия были актуальными за счеты. Великие запасы подземных вод, лесные массивы, те, которые занимаются больше к полову территории региона, плюс коррестные выкопни и в тот же час Гомельщина, самый промысловый регион. Тут находится около 22% предприемств в Беларуси. Знаете гармонию, помещение природы и водопорчивостью, задача не лёгкая, а ли реальная. Во всяком случае, у дельника конференции кажут, что у нас есть чему получиться. В частности, решение вопросов, связанных с радиационным загрязнением территорий. Второй момент – это связанный с охраной и рациональным использованием водных и луговых экосистем. Почас работы секции плануется обмелковать каля 90 докладов. Тема такая самая розная – от трансграничного супрацовненства у сферы охоты природной спадщины и проблемы утилизации вытворчих отходов до оценки уплыва опадков на стан автомобильных дорог в Беларуси. Важно всё, тем больше, что зараз белорусская экология берет курс на гармонизацию природоохонного законодательства с европейскими краинами. У приватности размыва идёт переглядя подыходов до выкрыстания великих рек. В 2016-м Украине у Першинёбы устворенный совет кирования Днепром на праканце этого месяца плануется затвердить комплексный план выкрыстания Припяти. У склад таких советов уключаются представники усих регионов, по территории которых протекает река. Бассейновый принцип нацелен на то, чтобы комплексно, не территориально, а комплексно управлять водными ресурсами и понимать, что если какие-то работы проводятся у истоков реки, как это скажется, далее на всей её протяжённости. Если вырабатывать совместные решения, пока на уровне нашего законодательства этот бассейновый принцип носит рекомендательный характер. То есть решение этого совета, но включает представителей различных организаций, учёных, субъектов хозяйствования, водопользователей, органов власти. Олег Синтеров, Йоген Макейенко, Телерадо, компания Гомель.